Всем привет! И снова дратвити! Снова дратвити! Будем сейчас с вами готовить для мукбанга фунчозу со свининкой. Хотела сегодня разобраться в шкафу. Вот у меня агрегат. В шкафу. А сегодня, оказывается, праздник. Ничего делать нельзя. Ну, раз праздник, значит, ничего делать не будем. Так, что? Вчера я ездила в магазин. Ой, я вчера себе такое купила. Я вчера ездила в магазин, конечно, выбрала день, я, ну, максимально, знаете, максимально подходящий. Поехала на улицу Моросящий Дождь. Пока я доехала до центра Сурмова, дождь стал, то ли дождь со снегом, то ли град с дождем, то ли... В общем, непонятно, какая херотень. А вечером солнце, ёптать. В общем, сейчас покажу, что я купила. Ой! Вот что я купила. Как думаете, что это такое? Кто догадается? Пишите в комментариях. Что это такое? Что это за штучка-дрючка такая? Короче, вот это... Сейчас я разложу, покажу. Это верх. Вот это верх. Короче, вот здесь вот тетюшечки должны быть. Тетюшечки должны быть. Но это называется стрепы. Их можно на голое тело, да, для эффекта. А можно на одежду, например, на водолазочку надеть, как раньше портупея, что ли, раньше была кожаная такая. Сейчас, не знаю, может, их тоже носят. Ну, в общем, вот. Можно вот так вот эротично подчеркнуть все выдающиеся места. А это... А это... А это нижние стрепы. Сейчас. Это нижние стрепы. То есть вот этот вот поясочек. Тут вот он там сзади тоже застегивается. Такой двойной поясочек. Такие вот лямочки. И вот на ножках такие две штучки. Знаете, как имитация чулков. Ой, нет, имитация пояса для чулков. Да, вот так вот на ножки. Их тоже можно надеть на голое тело, да, с секси-пекси нижним бельем, дополнить, так сказать, образ. А можно, я думаю, я куплю себе бежевые эти леггинсы кожаные. И буду на них одеваться. Будет вообще секс ходячий. Видит вот такой вот ходячий секс, понимаете? Очень так они хорошо все подчеркивают. Ну, прямо интересненько смотрится. Я увидела в шоу-руме, там ликвидация была. Ну, кстати, стрепы без скидки. Думаю, надо съездить купить. Интересные штучки. Все регулируется на любой размер. Можно их, ну, как бы там вот эти вот ремешки подкорректировать. Можно на девушку любого размера их надеть. Поэтому вот. Вот такая вот у меня покупочка вчера была. Кто у нас скукожился? А? Кто скукожился? О-о-о-от. Марфунчик, Марфунчик, красивунчик. Марфунчик. Скажи привет. Иди нахер, дай поспать, да? Скажи. Дай поспать мне. Вот она. Потревожила. Скажи. Да лежи, а ты лежи. Вон, мужчинка. Мужчинка твой рядом. Все. Все как положено. Марфунь. А, Марфунь. Ой. Как ты хорошо с ним смотришься, а? Так, ну что? Начинаем готовить. Я сейчас пожарю очень много лука. Кстати, что я хотела сказать. Представляете, у меня... Что случилось? Майка в попу засучилась. Шучу, конечно. Я, короче, на Балберсе заказала эти товары. У меня было 5 штук. 3 штуки я получила, а 2 штуки мне пришло оповещение, что доставка задерживается. Я, ну ладно, задерживается и задерживается, хер, как мы с ним, да? А сейчас захожу в приложение, а там шиш. Ни доставки, ни товара, ни денег, а товары оплачены. Вот сейчас пойду, наверное, ну сейчас вот приготовлю, мог банк сниму и пойду разбираться. Что за херня? У них недавно было приложение ключево, а сейчас прямо, ну вот, все, нет. Нигде этого товара нет, ни в доставленном, ни в отмененном. Все, исчезло. А товар оплаченный. Причем у меня уже он был доставлен в сортировочный центр Нижнего Новгорода. И что там с ним произошло? Может кто с коммунизмом? И они его, хоп, отменили, что ли? Деньги тогда возвращаются, да? Вообще, блядь, этот Валберес, что-то как-то он мне в последнее время прям это... Не очень нравится. Так, ну ладно. Так, я так, к слову... Так, что у меня тут бананы остались? А, ага, пожарил я много лука. А у меня всего лишь две маленькие луковички. Ага, рассказал все. Те, а нет, я смотрю. Да, ну ладно, ну ладно. Ладно. Я, короче, мне надо пожарить много лука, потому что я вчера достала мясо размораживать. Оно сегодня разморозилось, а оказалось это фарш. Это фарш, казалось. И надо с ним что-то делать, да? Не обратно что замораживать. Я сейчас лук нажарю, смешаю, и в выходные котлетку налеплю. Хений, я хений. Так, ладно. А где мой ножичек? Пиздель. Маркунь, ты взяла, что ли, ножик? Ты? Или мужики твои, которых нет? А? Так, ладно, пока я чищу, уж не буду этот процесс показывать. Так, ну что? Прочистила лук, я нарезала. Что-то как-то он у меня, правда, крупно получился. Ну ничего, ужарится, я думаю. Ужарится. Масло заканчивается. Так, и добавим ванзички. Всё. Пока можно покурить. Пока он сейчас будет у нас ужариваться, а потом посистим, посистим моковку, пицц. Зальём фунчозу. А, ещё мясо надо. Мясо размораживается в этой, в раковинке. Ну, сейчас как раз лучок пока полчасика, да, у нас тут томится, прижаривается. А потом вернёмся. Ох, лучок жарится. Какой аромат, боже. Красота. Так, я вот столько лучка оставила. Вот столько морковки. Ну, тоже, наверное, половинку только отгружу. Перчик. Туда же. Мясо. Свининка у меня тут. Так, я залила всё соевым соусом. Добавила каенский перец, паприку. Соль не стала добавлять, потому что соевый соус, думаю, потом на соль попробую. И приправу для омлета и яичницы. Она мне нравится, её везде добавляю. Вот, всё, пускай пока тушится. Ой, ну какова красота. Вы посмотрите, а. Это божественно, ребятки. Это божественно. Итак, последний штрих. Фунчёска. Я её залила кипятком, а потом промыла холодной водой. Всё, сейчас перемешаю и ещё соевый соус добавлю. Так, ну что, у меня всё готово. А, ещё овощи надо порезать. Ну, я имею в виду, фунчёска у меня готова. Единственное, что, что-то я её в этот раз плохо промыла, что ли. Какой-то у неё такой специфический запах. Странно, я такого раньше не замечала. Не замечала раньше такого за ней. Ох, прекрасно, прекрасно. Слушайте, я хочу добавить, наверное, устричный соус. Алё, эй, есть кто дома? Сгорит нахер всё пока. Я её добавлю. Алёша! Алё! Эй, Гаско, нет, ты чё? Э? Сгорит точно всё пока. Э! Ну, давай-ка шустрее. Ёптать! Он ползёт, капля, ползёт, ползёт, родимая. Надо было перевернуть, я что-то не думала, что я его буду добавлять. Шли вторые сутки. Алё! Это вот из одной капли я тут стою и жду, да? Из-за трёх капель хоть пальцем заставай. Можно как-то побыстрее, да? Я тороплюсь. Так, особо я не дождалась, может, четыре капли у меня тут, как кот наплакал. Единственное, что плохо фунчоза, она вот не перемешивается с начинкой, скажем так. Не перемешивается. Так, всё, готово. Готово, вкусно, но какой-то специфический запах есть. Так, что берём? Тарелку. Возьмём тарелочку побольше, да? Побольше. Так. Побольше возьмём. Вот она. Раз. Два. Рис. Так, фунчозки, всё. Теперь осталось как-то выцедить мясо с овощами. Мясо с овощами, мясо с овощами. Не будет же я пустую хунчозу здесь, правильно? Так. Так. Так, ну что, и тут у меня осталось, да? Буду много мяса осталось. Вот. Всё, поделили. Фу, рука устала держать её. Поделили. Как-то много фунчозки мне, мне кажется. Да. Так, окей. Лучок зелёненький. Укропчик. Немножечко петрушки. Листья салата. Листья салата. Листья салата. Листья салата. Так, эту зеленюку я потом уберу. Жопки от перца у меня остались. Мы же не будем их выкидывать, правильно? Сочные, такие сочные, такие сочные попки. Такие сочные попки. Мы же их не будем выкидывать. Ну и их тоже покрошим. Вот так вот. Вот так вот. Всё сюда. Дальше берём Помидорки, огурчики. Всё берём. Всё берём. Ничего не оставляем. Оставила тут. Так. Помидорки. Три штучки. Хват? Свет? Хват? Я думаю, хватит. Хватит. Так, помидорки. И надо эту красноту разбавить зеленюшечкой в виде огурчика. В виде огурца, в виде огурца, в виде огурца. Хоп, хоп, хоп. Ловкость рук и никакого мощенства. Раз, раз. И на матрас. Раз, раз. И на матрас. Раз, раз. И на матрас. Матрас, матрас. Вот, дай хоть раз. Так. Так. Так вот, живописненько, да? Живописненько. Вот так вот его. Все. Ну, шедевр. Шедеврально. Так. Шедеврально. Смотрите, какая тарелка. Тарелка-то. Так, чтобы не прилипло. Шедеврально. Все, ребятки, я пошла накрывать, вернее, устанавливать себе для мукбанга. Все. Спасибо, что составили компанию. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всех люблю, целую, пух. Пока-пока.